Субтитры создавал DimaTorzok Однако структура Евросоюза и разногласия между его членами ставят под сомнение эффективность принятых мер, считает автор материала. Что касается нового фонда в 500 миллиардов евро для поддержки восстановления экономики Евросоюза, о котором совместно объявили Эммануэль Макрон и Ангела Меркель 18 мая, то он предлагает беспрецедентные решения, которые ознаменуют рождение действительно солидарной Европы. Еврокомиссия будет заимствовать суммы на рынках от имени ЕС, перечислять их государством в виде субсидий, а возмещать их будет Евросоюз через свой бюджет, обеспечиваемый государствами-членами, пишет Слейт. Это предложение должно было быть принято 27 государствами-членами, но этого не произошло. Скупая четверка, как их называет журналист, то есть Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция, уже объявили о своем несогласии, как и следовало ожидать, добавляет Арни. Вполне вероятно, что часть из 500 миллиардов будет просто предоставлена нуждающимся государством в виде займов, а не будет выплачена в виде субсидий. Однако, если доля займов станет слишком большой, то солидарность проекта будет серьезно подорвана, указывает издание. Европа опередила Китай в привлечении инвестиций в разработку электромобилей, информирует Financial Times. В 2019 году в эту отрасль в Старом Свете были вложены рекордные 60 миллиардов евро. Согласно исследованию, проведенному Брюссельской некоммерческой организацией «Транспорт и окружающая среда», за 12 месяцев до середины 2018 года Европа смогла привлечь только 3 миллиарда 200 миллионов евро частных и государственных инвестиций в разработки, связанные с электромобилями. В то время как Китай за этот период привлек почти 22 миллиарда евро. Однако в 2019 году объем инвестиций составил 60 миллиардов и 17 миллиардов евро соответственно. США же, как отмечают эксперты, отстают в этой сфере и от Старого Света, и от Поднебесной. На бурное развитие отрасли сильно влияют новые требования к автопроизводителям, обязывающие их сокращать выбросы улькислого газа. Согласно директиве ЕС, к 2021 году они должны снизиться в среднем до 95 граммов на километр. В противном случае компании ждут многомиллионные штрафы. «Тенсент» инвестирует в новую инфраструктуру, информирует агентство «Рейтер». Китайский технологический гигант «Тенсент» в течение следующих пяти лет вложит 500 миллиардов юаней или 70 миллиардов долларов в IT-инфраструктуру, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и кибербезопасность. После этого объявления о акции «Тенсент» выросли на 2,5%. Поднебесный повышенный спрос на программное обеспечение для бизнеса и облачные услуги. Другие ключевые направления инвестиций – блокчейн, серверы, большие центры обработки данных, суперкомпьютерные центры, интернет-вещей, 5G и квантовые вычисления, сообщил Даус Антонг, старший исполнительный вице-президент «Тенсент». Компания больше всего известна приложением для обмена сообщениями WeChat и рядом популярных игр, но намерена расширить свою деятельность на бизнес-сервисы по мере замедления роста потребительского интернета и перехода компаний на облачные сервисы. Согласно плану, одобренному генеральным секретарем КНР Си Цзиньпином, в течение шести лет Китай инвестирует примерно полтора триллиона долларов в развитие беспроводных сетей пятого поколения, установку камер и датчиков, а также разработку программного обеспечения для искусственного интеллекта, который станет основой для самоуправляемых автомобилей, автоматизированных заводов и систем массового слежения, сообщило агентство. Бобры завоевывают Евразию. В научном журнале Global Ecology and Conversation вышла статья, в которой сообщается, впервые в новейшей истории число бобров в Евразии достигло 1 миллиона 200 тысяч. Стремительно растущая популяция меняет и экосистему, говорится в статье. Кроме легко различимых глазом плотин, это животное обносит в ландшафт еще один важнейший тип модификации, которые мы замечаем реже. Бобры роют каналы двух типов. Грузовые, по которым зверь сплавляет крупные фрагменты деревьев, и пассажирские. Они нужны, чтобы без риска передвигаться от одного места к другому, что очень важно во время миграции, которые происходят у бобров раз в несколько лет. В теории евразийский бобр – простейшее и бесплатное средство – облегчить сразу две проблемы. Растущее количество осадков в Европе и горение торфяников из-за падения уровня грунтовых вод. Бобры способны поддерживать сеть в десятки миллионов действующих плотин, сохраняя грунтовые воды высокими круглый год и не давая рекам сильно выходить из берегов при затяжных дождях, говорится в статье. Но на практике с этим животным пытаются бороться. Так в Белоруссии, пострадавшей от жаркого лета в 2015 году, есть места, где охотниками убит каждый шестой бобр, заключают авторы исследования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова